Догулинцио был 21 год, когда его мир рухнул. В первый же день последнего курса университета, где парень изучал биохимию, он вернулся домой внезапно и упал, как подкошенный. Это было в 1999 году. Вскоре его симптомы стали сильными и неизлечимыми. У него учащалось сердцебиение, он постоянно ощущал слабость и головокружение. Линдси мог пройти не более 15 метров и простоять на ногах не дольше пары минут. Следующие 11 лет он провел прикованным к постели, пытаясь разгадать тайну своей загадочной болезни. Врачи разводили руками, никакие процедуры не помогали. И в конце концов Линдси понял, если он хочет вернуть свою жизнь, ему придется делать это самому. Дальнейшие события поразили медицинский мир. Еще в колледже он нашел выброшенный кем-то 2200-страничный учебник эндокринологии. Там он нашел важный абзац о том, что расстройства надпочечников могут напоминать расстройство щитовидки. Он решил, что проблема именно в надпочечниках – железах, расположенных над почками, по бокам брюшной полости. Он купил компьютер, заручился поддержкой одного ученого и взялся за работу. В итоге он диагностировал заболевание, в существование которого врачи не верили. О своих открытиях он доложил на научной конференции, вызвав фурор в медицинских кругах. Дело в том, что многочисленные анализы и обследования не могли выявить в его организме никаких нарушений. Линдсей начал подозревать, что в его надпочечниках есть что-то, что имеет эффект опухоли, при этом таковой не являясь. «В 2006 году обследование показало, что его надпочечники ярко светятся», – рассказывает Линдсей. Эта аномалия вписывалась в его новую теорию. Наконец, он поставил себе диагноз – двусторонняя надпочечная медулярная гиперплазия. Говоря упрощенно, надпочечники Линдсей вырабатывали слишком много адреналина. Он пришел к простому решению. Если удалить мозговой слой из его надпочечников, примерно как разрезать вареное вкрутую яйцо и удалить желток, то он пойдет на поправку. Для этого ему пришлось придумать собственную операцию. Он написал 363-страничный доклад с предложением первой в истории надпочечной медулактомии – операции по удалению мозгового слоя из надпочечников. Следующие 18 месяцев он искал хирурга, который бы согласился эту операцию сделать. В сентябре 2010 года Линдсей лег на операцию, в ходе которой хирург успешно удалил мозговой слой одного из его надпочечников. Через три недели Линдсей уже мог сидеть на стуле до трех часов подряд. К Рождеству он уже мог ходить по полтора километра, оставляя инвалидное кресло дома. Но выздоровление шло медленно. В 2012 году ему сделали аналогичную операцию на втором надпочечнике. Спустя год он с друзьями полетел на Багамы. До этого он ни разу не видел океана. К началу 2014 года Линдсей перестал принимать большую часть поддерживающих лекарств, от которых зависел 11 лет. Дуг Линдсей совершил невероятное – спас сам себя. 16 лет спустя дуг Линдсей наконец закончил университет, получив степень по биологии. Сегодня ему 41 год. Он выступает с лекциями, занимается биомедицинскими исследованиями и прекрасно себя чувствует. А главное, не теряет веры в себя и в человеческие возможности. На этом я с вами прощаюсь. Подписывайтесь на наш канал, жмите на колокольчик, а также не забудьте перейти на наш сайт Астроумно, странички в Инстаграм и Фейсбук. Ссылки в описании.